Ботокс Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ботоксе. Что это, кроме как материал для удаления морщин и омолаживания? Именно он был решением многих огромных проблем, которые вставали у нас на пути, когда его использовали для поддержки лица и удаления морщин. Раньше, примерно 10 лет назад, упоминались такие классические операции, как единственное решение для всех этих проблем. Но сейчас ботокс стал эффективным решением избавиться от всех хирургических операций подтяжки лица и лба. Сейчас он используется как инсулин, то есть вводится в те места, которые нуждаются в ботоксе продуманно, конкретно и определенным образом. И в основном это происходит в самых известных местах на лице, например, между глаз, рядом с глазами и в области шеи и лба. Ботокс вводится в небольших дозах в пределах от 5 до 10 единиц, в зависимости от операции. При инъекции ботокса в области между глаз инъекция вводится квадратным образом, в то время как в области рядом с глазами инъекция ботокса вводится чуть выше и ниже глаз. Что касается лба, так инъекции вводятся вдоль на ровных расстояниях. Результат появляется через 7-10 дней в среднем, но если были маленькие морщины, то результат можно увидеть сразу же после операции. И не возникает каких-либо побочных эффектов после инъекции ботокса, так как используется лед, помещенный на место инъекции на 20-30 минут после операции. Больница направлена на обеспечение безопасности пациентов, где она предоставляет удобные места, точность диагностики, а также предоставляет услуги интенсивной терапии, в которой имеются в распоряжении все необходимые обратные средства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно, лед заставляет ботокс концентрироваться только в нужном месте, дабы не распространился на ненужные места. Но некоторые люди жалуются на проблемы после инъекции ботокса. Но на самом деле они просто идут не в то место. Они идут в детский центр или салон красоты. А они не специализируются на ботоксе. Люди должны идти в специализированный центр, где врач специализируется на ботоксе. А также должны узнать вид ботокса перед инъекцией и убедиться в том, что этот вид ботокса хороший и известный, такой же, как и продается сейчас в больших аптеках. И самое главное, что побочные эффекты корректированы. То есть, если не дай бог что-то нежелательное произошло во время инъекции, может быть откорректирован специалистом. И что еще более важно, что если поставить лед в области инъекции, то этого будет достаточно. Так как лед характеризуется большим влиянием на ботокс. Что касается эффективной смеси ботокса и добавленного к нему фейлера, то она чрезвычайно эффективна. И используется эта комбинация в области носа, когда он ниже обычного, чтобы выглядеть моложе. И в области между глазами, и области под глазами. И все это также зависит от квалификации врача-специалиста и центра, а также предоставления всех доступных аппаратов. Продолжение следует...